Доброе утро! Это эксклюзив. Пришла пора новогодних праздников. И вот как раз к новогодним праздникам сегодня в Северодонецком городском дворце культуры состоится новогодний турнир батл по акробатическому рок-н-роллу. Спортсмены уже готовы выйти на сцену. Вот они уже стоят, мы видим построение и сейчас мы будем выходить вместе с ними. Пойдемте. А на сцене уже свое мастерство акробатического рок-н-ролла показывают самые маленькие участники турнира. А на сцене уже готовы. Эти награды, кубки и медали получат лучшие спортсмены акробатического рок-н-ролла. Объявлен 10-минутный перерыв, но спортсмены не теряют время и оттачивают свое мастерство на сцене. Сейчас мы узнаем, готовы ли выступать участники. Привет! Здравствуйте! А что ты сегодня будешь танцевать? Соло молодежь. Ты переживаешь, волнуешься? Да! Как долго готовилась к турниру, батлу? Сколько времени потратила на тренировок? На тренировку я уже два года, а так с прошлых соревнований пришла только неделя. Готова побороться за те награды, которые стоят на столике? Да, очень готова. 11 категорий уже выступили в туре квалификация. Некоторые прошли в финал, а у некоторых есть еще шанс попасть в финал и получить заветный приз. Сейчас на сцене борьба на вылет. А то, как переживают участники и какие эмоции испытывают, мы с вами сейчас узнаем. Пойдем за кулисы. Ну вот мы уже за сценой, тут маленькие, маленькие спортсмены тренируются, готовятся к выступлению. Сейчас мы с ними пообщаемся. А ты выступала уже в квалификации, как ты выступила? Я выступала не очень хорошо, я знаю свои минусы. И мне очень обидно, что я не мог выбрать время назад и сделать все правильно. А ты сейчас будешь выступать, да, в туре надежды? Да. А как выступила? Что ты чувствовала, выступая на странице? Я чувствовала, что я про все забыла, только думала о хорошем. Суета и эмоции за кулисами. Все готовятся и переживают в этом туре надежда. Ну а мы возвращаемся в зал и посмотрим, как же выступают маленькие спортсмены акробатического рукаврола. На что обращают внимание при оценке участников, мы узнаем у судей. Пойдемте. У каждого судьи есть карточка, где указывается техника ног, допустим, партнер, партнерша. Оценивается до двух баллов. Танцевальная фигура оценивается до двух баллов. Хореография до одного. И артистизм, и танцы, и стиль выконания, это до одного балла. То есть оценивается пара, если это пара, если это один человек, то это один человек. И потом выводится общая сумма баллов и расстановка мест. Участники турнира, которые прошли полуфинал на этой сцене, уже борются за место в финале. На сцене уже появился пьедестал. Финалисты также выходят на сцену. И совсем скоро мы узнаем, кто же стал обладателем Кубка области по акробатическому рукавролу. Мы начинаем церемонию награждения. Все получили свои награды в каждой категории. Определились первые места. Ну и сейчас мы можем пообщаться с призерами. Пойдемте. В каких ты номинациях, в какие места получишь? Ну, это второе, а это первое. Как твои впечатления после выступления? Мы видели переживания, как каждый из участников переживал. Ты волновалась, переживала? Да. Мы всегда, даже когда мы ездим на всеукраинские соревнования, мы там волнуемся почему-то меньше, чем на области. Ну, а почему так? Не знаю. Нет. Почему-то все по-разному. О сегодняшнем турнире мы узнаем у президента Федерации акробатического рок-н-ролла Луганской области Алексея Фоменко. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот сегодня турнир батл по акробатическому рок-н-роллу, правильно? Ну, можно сказать, батл, просто официальный турнир Кубок области по акробатическому рок-н-роллу. А сколько участников сражалось за этот Кубок? Сегодня приняло участие больше ста спортсменов в разных возрастных категориях, начиная с самых маленьких категорий, дебютанты, дети, до самой взрослой, категории юниора, категории Леди Формейшн и категории Б-класс. Когда вот планируется еще такой вот Кубок области провести в Луганской области, на Луганске? Это ежегодный турнир, который проходит под Новый год. Когда, да, мы рады, мы делаем для деток такой праздник с подарками, чтобы они все, не важно, кто выиграл, кто проиграл, чтобы все они почувствовали такую, да, как бы сказку, что отработал и вроде бы и не выиграл, но весь призах, весь каких-то положительных эмоций. Ежегодно, то есть следующий турнир будет в конце 2017 именно Кубок области 2017. Ярко с позитивом прошел турнир Баттл Кубок Луганской области по акробатическому рок-н-роллу. Ну а мы вам желаем хорошего дня, оставайтесь в слот на живой ранок.